Татьяна, насколько широка сейчас география и представленность вашей сети в России? Вы знаете, чрезвычайно широка, потому что наша компания, она представлена не только собственными точками или партнерскими, но еще и на заправках. Причем у нас есть точки, где мы представлены под брендом, где не под брендом, но тем не менее именно наших хот-доги классические, представлены на заправках по всей стране. Поэтому, в общем, наверное, любое место, где есть дорога, там есть наши хот-доги. Но если говорить именно о фирменной розничной сети, то, конечно, в первую очередь мы представлены в столичном регионе, в Москве, в Подмосковье, также мы представлены в Воронеже, Брянске, в некоторых других городах, даже на Дальнем Востоке. Но, конечно, мы там не так широко известны, и у нас там не так много точек, как в центральном регионе. А насколько сейчас динамика открытий, появлений новых точек сохраняется в этих текущих клиночных условиях? А вы знаете, мы притормозили свою динамику открытия, по крайней мере, в России. Сейчас смотрим с интересом на страны ближнего зарубежья, в частности, вот в Грузии мы уже ведем переговоры по открытию наших точек, такой пилотный проект планируем запустить, ждем только регистрации товарного знака. Что касается России, да, то в связи с тем, что основной наш продукт и основной наш футкост приходится на мясо, а мясо в этом году очень сильно подорожало, что, к сожалению, нельзя скомпенсировать розничными ценами, по крайней мере, в нашем ценовом сегменте. Поэтому сейчас мы не планируем именно с классическим ассортиментом интенсивно открываться. Да, мы очень четко и детально подходим к выбору локаций, потому что до сих пор есть локации, где Stardogs хорошо себя чувствует. Это, в первую очередь, парки, зоны с высоким пешеходным трафиком, зоны, где люди гуляют, отдыхают. Поэтому мы стараемся именно в таких зонах открываться и даже, чтобы не только на собственный, но и на искусственный интеллект опираться. Вот у нас мы запускали глобальный ЧОС по геосервисам, проверяли все геосервисы, которые сейчас крупные представлены, использовали их и старались в том числе искусственный интеллект использовать для поиска верных локаций и для анализа тех мест, где, собственно, мы даже в текущих условиях и с текущей ценой можем быть успешны. И как успехи были? Вы знаете, есть вещи, которые впечатлили, есть вещи, которые немножко разочаровали. Конечно, искусственный интеллект сейчас пока не решает все проблемы без головы реальных людей, к сожалению, да, еще он пока не достиг такого прогресса, но тем не менее, когда в одном сервисе представлены различные данные, которые приходится обычно собирать вручную, да, это и данные GPS-трафика, и количество торговых объектов, и формат торговых объектов, и наполняемость торговых центров, когда вот это все можно увидеть в одном месте, а не ходить, не собирать там чеки конкурентов утром и вечером. Это очень облегчает ситуацию. К тому же есть такие сервисы, которые показывают народные тропы, да, можно понять по собственному опыту. Мы знаем, что открыться в начале дома и открыться в конце дома может быть совершенно разная история, и вот иногда это можно увидеть даже с помощью геосервиса, не выезжая на место. Хотя, конечно, полностью отказаться от замера трафика и от анализа этого трафика глазами пока все равно, к сожалению, нельзя, потому что никто, кроме нас, как его хорошо не понимает, увы. Но все равно это интересный опыт был. А если говорить про ассортимент, вот вы говорите, что открываетесь в Грузии, там как-то под местный рынок это будет подстраиваться? Или у вас везде примерно одно и то же представлено? Вы знаете, если говорить о Грузии, то местный рынок достаточно близок по потреблению вот продукта а-ля хот-дог к России. Ну, например, я была в июне, смотрела, как выглядит продажа хот-догов в Грузии. Они зачастую продаются вместе с шаурмой, хотя у нас вот в России это обычно отдельная история. Но, тем не менее, хот-доги также едят вот в совершенно классическом исполнении. Единственное, что там могут добавить в качестве топпингов, допустим, тоже, что идет в шаурму в силу того, что это одни и те же хозяева. А в остальном это классический хот-дог, да. Например, если брать, ну, Китай, например, да, то в Китае обязательно какую-нибудь локальную тему добавят. Например, в Китае хот-дог был по-сучански, с острыми специями, с маринованным луком по-другому приготовленным, с соусом вот таким, ну, классическим азиатским. В Грузии этого нет. Поэтому мы думаем, что наш продукт будет востребован там в его чистом виде. Хотя понимаем, что для других рынков, возможно, придется что-то делать. А вообще вы как-то обновляете ассортимент свой? Насколько часто это требуется вот в нынешних реалиях? Или у вас покупатель, который вообще вот, ну, привык там, знает, что положить, какие там сосиски выбрать, и в целом всех все устраивает? Как это? Вы знаете, ну, конечно, за 30 лет нашей истории мы пробовали разное. У нас и были сезонные продукты, которые мы вводили на какое-то конкретное время, были блюда от шефа, ну, и тем не менее всегда был классический ассортимент наш. Это французские и датские хот-доги. И надо сказать, что все равно, конечно, львиную долю, ну, если там не ключевую занимают, классические два вида хот-догов. Да, людям хочется разной колбаски. Да, кто-то хочет, чтобы это было без свинины, кто-то хочет, чтобы это было куриное, например, детям берут, да, кажется, что кто-то совсем за здоровый образ жизни они предпочитают индейку, кто-то любит поострее, да. Наверное, собственно, ну, вот за счет этого и размер колбасок, да, также имеет значение. Кому-то поменьше нужна, кому-то, кто очень голоден, нужна большая колбаска. Вот. А что касается всех дополнений, ну, они, наверное, нужны для того, чтобы, ну, хотя бы, например, в агрегаторах, да, потому что если ассортимент совсем маленький, то его сложно продвигать, к нему меньше внимания, короткое меню, оно скучное, да. Для этого же мы туда, например, бургеры завели, хотя бургеры – это не наш конек, но вот в агрегаторах мы держим. Ну, просто получается, иначе вы совсем ограничены, у вас, по сути, булка и сосиска. Да, да, потому что, ну, даже просто, чтобы набрать сумму бесплатной доставки, которая где-то приблизительно 1000 рублей обычно составляет, если у тебя нет промо-кода в тех же агрегаторах, ну, нужно какое-то разнообразие, поэтому, да, там это важно, а так, ну, все-таки наш продукт импульсный. Средняя частота потребления вот среди лояльных потребителей, да, по программе лояльности, где-то порядка два хот-дога, ну, два посещения в месяц, ну, за это время сильно не надоест, да, то есть нет людей или почти нет тех, кто готов есть хот-доги каждый день. Даже у нас в офисе при свободном доступе к хот-догам никто не готов это делать ежедневно. Ну, да, иногда хочется супа или салата. Мы эти ограничения осознаем. Но, тем не менее, все-таки мы думаем над тем, чтобы вводить какие-то, может быть, альтернативные товарные категории. И в некоторых точках у нас есть и наггетсы, и картофель-при, и какие-то еще бывают сезонные продукты. Но все равно они очень малы в обороте. Людям хочется классики, потому что они ей доверяют, они понимают, что это будет... Тогда еще об одном. Все постоянно говорят сейчас про ЗОЖ. Вот как вы с этим трендом умудряетесь существовать на рынке? Сосуществовать, точнее. Вы знаете, мы умудряемся. Более того, анализ нашей целевой аудитории, который мы проводили не так давно, вот буквально к лету закончили. Мы обогащали данные участников программы лояльности через разные сервисы, через социальные сети, через мобильных операторов. В том числе анализировали их интересы, увлечения. И вот среди наших лояльных гостей очень много людей, которые увлечены спортом, которые увлечены активным образом жизни. Походы, путешествия, велопробеги, любят смотреть футбол, хоккей. То есть это прямо все те люди, которые любят хот-доги. И поэтому, ну дабы никого не обманывать псевдоздоровыми хот-догами, я не знаю, из пророщенных зерен, и с соевым мясом, да, потому что, ну, как бы все равно... Ну, пришел ты за хот-догом, съешь ты хот-дог. Да, да, да. Зачем пытаться человеку напоминать, да, о том, что... Ну, там какие-то в нем теребить переживания на тему того здоровое и нездоровое. Мы за умеренность и за здоровый образ жизни в остальных действиях, да. То есть спорт, да, мы своим примером всегда показываем, что спорт может быть в жизни компании, занимающейся фастфудом. Мы бежали марафон этим воскресеньем московским. Мы принимаем участие в гонке героев. Мы всегда пытаемся войти в какие-то любые спортивные активности, в которых это возможно. Посмотрев на нашего собственника, можно понять, что, в общем, спорт в его жизни присутствует каждый день, потому что он встает в 6 утра, он занимается боксом, он играет в шахматы, он совершенно астенического телосложения. То есть, в общем, глядя на него, и очень молодо выглядит. Глядя на него, можно понять, что хот-доги, если их употреблять умеренно, как и любой другой продукт, на самом деле, даже самый здоровый, да, они не могут вредить здоровью, если ты в остальном ведешь активный образ жизни и не злоупотребляешь ничем остальным. Еще одна такая проблема, которая обсуждается на рынке – это дефицит персонала. Вот вы как-то с этим сталкиваетесь? Сталкивались, да. Как выкручиваетесь? На лояльных сотрудниках, да, знаете. За 30 лет работы в компании накопилось штат людей, которые готовы помогать, выходить на подмену, которые готовы помочь компании. За счет них мы держимся. Хотя, конечно, это понятно, что у нас не самые удобные условия труда. Если это какой-то нестационарный объект, то там нет туалета, то есть там нет пространства, там сложно сесть спокойно, поесть. Обычно один сотрудник работает. Да, условия сложные, поэтому, конечно, мы испытываем дефицит кадров. Но, во-первых, мы готовы брать людей любого возраста. И зачастую те, кто не может… Есть какие-то примеры? Ну, у нас работают женщины 55 лет и старше даже. При этом это совершенно активные, да. То есть мы не боимся того, что это будет там женщина, которая сядет обмахиваться веером. И ох, как я устала. Только вот отсидеть насидеть до пенсии. Нет, к счастью, это оказалось совершенно неправдой. Они, во-первых, у них уже в основном взрослые дети. Они не озабочены там школьными какими-то переживаниями. Они хотят работать, да. Они во многом ограничены в поиске альтернатив. Как бы это не прискорбно звучало, но что, в общем, нам на руку, да. Потому что мы готовы брать этих людей. Мы знаем, что они в состоянии овладеть кассой любой и программу лояльности и так далее. То есть все те страхи, которые преследуют некоторых работодателей, в общем, оказались на нашем примере совершенно беспочвенны. Вот поэтому, ну, женщины средних лет наши надежда и опоры. Если вернуться к теме развития внутри страны, то в какой схеме сейчас развивается ваш франчайзинг? И вообще, насколько много у вас вот собственной розницы в компании и франчайзинговой точке? Мы в основном открываемся по франшизе. У нас сейчас только девять точек под собственным управлением. И, ну, что вы имеете в виду под развитием? То есть какой принцип поиска партнеров у нас? Ну, может быть, да. Помогаете ли вы? То есть все ли равно вам, как партнер будет, где он будет открываться? Или вы его сопровождаете до самого-самого конца? Да, конечно, обязательно. То есть, во-первых, если партнер приходит со своим объектом, мы его обязательно оцениваем в любом случае. Потому что не всегда партнер обладает нужными компетенциями потенциальные для того, чтобы понять, будет ли данная локация применима в нашем случае. Да, у нас есть определенная специфика. И иногда даже самые проходные места, в которых сработает магазин или кафе или кофейня, там мы можем не показать результативность. Поэтому мы обязательно смотрим то, что предлагает партнер и даем свою экспертизу. Дальше мы считаем финмодель совместно. Смотрим результаты окупаемости. Устраивает ли результат, который у нас получается, партнера? Готов ли он к таким срокам окупаемости? Понимает ли он весь объем инвестиций? Потому что объем инвестиций может быть разный в зависимости от формата объекта. Несмотря на то, что у нас достаточно дешевый вход для общепита, но все равно 3 миллиона 200 – это стоимость футтрака, самый дорогой объект. И не всякий готов столько денег вложить сразу. Это первое. Второе – наши менеджеры сопровождают объект на открытии. То есть от момента заключения договора и до открытия торговой точки ее ведет менеджер по открытию. Дальше точка переходит в отдел сопровождения. Но и уже на стадии начала работы, конечно же, подключается и маркетинг, и технологии, отдел обучения. У нас есть онлайн-платформа обучения. Плюс на открытии обязательно приезжает менеджер по обучению, который готовит сотрудников на месте, и проходит с ними первые дни, чтобы они могли в случае, если вдруг что-то пойдет не так, знать, как поступать. Поэтому мы обязательно очень плотную поддержку оказываем. Но, собственно, в этом преимущество франшизы для тех, кто выходит на рынок. Вы ищите или вас ищут? Как чаще происходит? Ну, смотрите, мы, конечно же, используем все маркетинговые инструменты для продвижения своей франшизы. Мы выступаем на площадках, мы участвуем в выставках ключевых по франшизе. Вот ByBrand будет на следующей неделе, мы в ней участвуем. Мы размещаемся на платформах, где размещаются все представители рынка франшизы. Мы делаем таргентированную контекстную рекламу. Поэтому, конечно же, мы активно привлекаем людей к себе. Но, в первую очередь, за счет того, что мы рассказываем о преимуществах, о том, как нам выделиться среди других франшиз. То есть, конечно, мы очень давно занимаемся франшизой, поэтому очень много, когда попадали в различные рейтинги, и люди узнают про нас довольно быстро, если начинают интересоваться франшизой. Дальше наша задача – отстроиться от конкурентов, показать наши преимущества или, может быть, недостатки. Потому что не хочется продать франшизу кому угодно. Хочется продать тому, кто сможет получить положительный эффект от взаимодействия. К этому не все готовы. Для ByBrand я делала как раз анализ потенциальных покупателей франшизы. Есть категория тех, кому не стоит идти во франшизу. По личностным качествам определенным, по отсутствию экспертизы или по неготовности к определенным действиям. Люди не всегда заранее осознают, что они не готовы к франшизе. Их вовремя остановить тоже очень важно. Поэтому наши основные действия по продвижению нашей франшизы направлены на то, чтобы сработать на ту аудиторию, которой мы можем быть полезны. В качестве финального вопроса, какие сейчас ближайшие фокусы вы для себя, для своей команды планируете? Во-первых, мы хотим плотно проанализировать и проработать зарубежный рынок. Это одно из ключевых наших направлений. И второе, наша компания всегда в поиске альтернативных направлений деятельности. И сейчас у нас есть несколько креативных идей, которые мы хотим пропилотировать. Посмотреть, что из этого получится. С точки зрения ассортимента? Вообще, это как бы немножко другие концепции. Мы хотим их пощупать. То есть это не стартовс будет? Нет. Ну ладно. А когда ожидается ваша концепция? Ну смотрите, это зависит от того, выпустим ли мы это в люди по итогам собственной проработки. Но я думаю, что, наверное, до конца следующего года мы уже точно заявим хотя бы об одном из этих проектов. Будем ждать. Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Вам спасибо, что пригласили. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ